Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Дым Отечества. Чебоксарцы проверили свои знания по истории России. Детский стартап. Школьники защитили бизнес-проекты. 8-0. Богатыри вернулись на третье место в турнирной таблице. Правительство выделяет деньги для пособий на третьего ребенка в 2020 году. В 75 регионах будут софинансироваться расходы на выплаты. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Чувашия присутствует в списке. Общий объем средств на софинансирование составит более 55 миллиардов рублей, в том числе более 45 миллионов из федерального бюджета и 9,5 из региональных бюджетов. Напомню, право на выплаты имеют семьи, где размер среднедушевого дохода не превышает величину среднедушевого денежного дохода населения республики. Как завершает год республика? Какие приоритеты стоят перед властями региона? Что необходимо сделать для улучшения инвестиционного климата? Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу расскажет председатель кабинета министров. Иван Моторин стал гостем программы «Правительственная связь», которая выйдет в эфир 16 декабря в 20 часов 30 минут. Фрагмент разговора в сюжете Дмитрия Ковалева. Случаются ли предварительные социально-экономические итоги года от плановых показателей? Как выглядят основные цифры? Оправдались многие прогнозы развития республики. А промышленный сектор и вовсе превысил плановые цифры. Иван Моторин отметил, что в этом году предприятия региона продолжили наращивать экспортные поставки. Спросом за рубежом пользуются и сельхозпродукция. Также хорошее ожидание по сельскому хозяйству. По 10 месяцам это было 102%. Министерство отраслевое прогнозирует на уровне 103%. Экономика региона опирается на инвестиционные проекты. Точками роста становятся индустриальные парки. Введена площадка технопарка в городе Канаш. Сегодня там ведут инвестирование 4 компании. Начиная от производства холодильного оборудования, литейных мощностей. Большие перспективы открываются и перед малым бизнесом. Председатель кабинета министров отметил, что одной из эффективных форм господдержки стали льготные кредиты. В конце этого года должен открыться и единый центр по оказанию услуг субъектам МСП. Придя в этот центр «Мой бизнес», малый предприниматель должен получить от консультации до финансовой поддержки. То есть полная линейка помощи, которая сегодня оказывается для малосреднего бизнеса. Недавно стало известно, что республика вошла в топ-20 регионов по эффективности работы органов исполнительной власти. Между субъектами распределят гранты. Чувашия получит более 950 миллионов рублей. С начала этого года заметно выросла и доходная база бюджета. Михаил Игнатьев отметил, что среди приоритетов на перспективу реализация национальных проектов. Вот здесь главная наша задача и ваша задача правильно актуализировать все мероприятия, которые предусмотрены в муниципальных ваших программах, которые вы утверждаете вместе с депутатами, вместе с лидерами общественного мнения, и потом уже отчитываться перед населением о выполнении тех или иных мероприятий. За делом для эффективной работы в следующем году должен стать профицитный бюджет. И по прогнозам Ивана Маторина, доходы казны республики продолжат увеличиваться. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Павел Иритков. Республика. Как называлось знаменитое сражение Крымской войны, участником которого был адмирал Нахимов? Этот и другие факты нашей истории вспоминали участники Всероссийского теста по истории Отечества. Тест по истории Отечества. Акция ежегодная. 40 вопросов и 40 минут, чтобы на них ответить. Организатор молодежный парламент Госдумы страны, главная площадка в республике, Чувашский госуниверситет имени Ульянова. Самая главная цель этого проекта, это чтобы люди прорешали задание теста, у них возник вопрос, на те вопросы, где они неправильно ответили, пришли домой и изучили. Это чтобы люди знали историю своей родной страны. Эту цель организаторы достигли. Несмотря на уверение, что вопросы исключительно из школьной программы, некоторые поставили в тупик даже студентов исторического факультета и их преподавателей. Вот вам, как студенту-историку, какой вопрос показался сложным? Русско-драматическая актриса Императорского малого театра. Первая народная актриса Советской Республики. Ее имя носит один из современных российских театров. Назовите имя актрисы. История складывается не только из политических событий, но и событий культурной жизни. Хотя, по большому счету, вы, наверное, правы, речь идет больше об искусствоведении. Поэтому, ну, тут это право было тех людей, которые вставляли тесты. И, конечно, вопрос достаточно узкий. Я с вами тут полностью согласен. Вы знаете, конечно, ответ. Не скажу. Благодаря интернету узнаем ответ речи про Марию Ермолову. Вместе со студентами и преподавателями тест написали депутаты Госсовета Чувашии. Как сказал Сергей Павлов, такой тест нужно сделать обязательно перед баллотированием на новый срок. Это будет только повод еще раз поднять литературу, посмотреть, вспомнить, может быть, узнать не доселе мной неизведанной страницы нашей истории. Самое главное, наверное, чтобы молодые люди знали историю, знали, через что прошли наши деды, прадеды, предыдущие поколения, как она досталась нам, Россия. Результаты участникам сообщили. Спустя полчаса все они получили сертификаты. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарском лицее номер 4 состоялась презентация деловых разработок учеников. Уроки успеха проходили в рамках национального проекта «Популяризация предпринимательства». Стартап в успешном бизнесе можно сделать и не окончив школу. А зампредпринимательского искусства школьников обучали старшие наставники. Теперь они во всеоружии. Наиболее предприимчивые команды представили свои бизнес-проекты. Ребята именно полностью выполнили те задания, которые мы им давали, то, что от них требовалось. Они провели первоклассные просто расчеты. Они конкретно разобрали свою целевую аудиторию, прописали бизнес-план. Они точно знают, кому и что они будут продавать. Язык бизнеса на отлично, грамотно и четко. Ребята изложили суть проектов и то, почему именно их бизнес принесет доход. Мы хотим создать удобную и быструю доставку еды в любую точку города. Где, может быть, мы пройдем как-то на мир, чтобы у нас открывались точки в других странах. Ну, мечты мечтами, может, у нас все получится. Определиться с целевой аудиторией, наладить поставки, подобрать формат проекта – это только начало. Впереди большая работа, постоянный анализ рынка, поиск своей ниши. Важно верить в свои силы и подкреплять их профильными знаниями. Благодаря этим урокам мы поняли, какие нюансы, как надо делать. Многие товары производятся по одному шаблону, и они одинаковые. А ручная работа, она всегда разная. Очень мало в нашей стране таких проектов, которые занимаются именно уникальными товарами, ручной работой. Мы считаем, что они привлекают внимание. Современные школьники, как оказалось, располагают огромными возможностями в плане личностного роста и самореализации. Оригинальностью и многообразием их бизнес-идеи поразили даже опытных коллег. Некоторые из проектов, при грамотной доработке, по мнению специалистов, вполне жизнеспособны. Самыми удачными жюри единогласно признали два из четырех. У них, конечно, есть ошибки, у них там есть недостатки, но это такие детские, да. Но по большому счету это достаточно серьезная проработка проектов. Они там многие вещи продумали, просчитали. Все участники по итогам очного этапа получат сертификаты. И самое главное – ценный опыт и знания. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов. Республика. Помощь другим, как смысл жизни, форум серебряных волонтеров Чувашии открылся в Национальной библиотеке. С теми, кто молод душой пообщалась, Татьяна Трофимова. Татьяна Тихонова, экспресс-бабушка со стажем, участвует в проекте с 2015 года. В Чебоксарском центре социального обслуживания населения каждый год она вместе с другими серебряными волонтерами осваивает новые направления помощи и поддержки нуждающимся. У нас есть несколько проектов с хором «Коленушка». Сейчас мы готовим сказку для наших детей, для наших бабушек. Новогоднюю сказку, с которой мы скоро выступим. Потом у нас есть кукольный театр, в котором мы сами шьем костюмы, пишем роли, рисуем декорации, играем. Вот недавно совершенно мы 3-го числа, 3-го декабря ездили, посетили 5 семей детей-инвалидов по нашему Калининскому району и показывали сказку. Семей, которые нуждаются в нашей поддержке, у нас достаточно в нашем городе. Летом в Чувашии открылся региональный центр серебряных волонтеров. Сейчас практически в каждом районе республики есть его филиалы. Взрослых волонтеров уже более 500. А сегодня у нас уже даже те пожилые инвалиды, которые находятся на надомном обслуживании, хотят стать серебряными волонтерами. Вот у нас была акция «Подари тепло детям». Это бабушки, которые практически из дома не выходят. Они связали теплые вещи для детей. Поделили своими дарами осени бабушки со своими соседями, многодетными семьями. На самом деле вот это направление очень-очень и насильно развивается. Форум – это не просто приятная встреча с единомышленниками, а прежде всего полезный опыт и практики. На секциях серебряные волонтеры встретились с различными специалистами, поучаствовали в тренингах, получили полезную информацию и новый заряд для дальнейшей работы. Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Республика. Сегодня утром 17-летняя студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала на преподавателя. В 9.30 утра она прошла через пост охраны и в одном из кабинетов напала на женщину, нанеся ей множество ударов кухонным ножом. Следователи возбудили уголовное дело. Клики, доносившиеся из кабинета, услышали другие работники колледжа и пришли потерпевшей на помощь. Пострадавшая была госпитализирована срезанными ранами в одной из медучреждений Чебоксар, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Орудие преступления ножа было обнаружено и изъято в ходе осмотра места происшествия. 17 нарушителей буквально за три часа. Сотрудники госавтоинспекции проверили пассажирский транспорт. В основном они останавливали маршрутные такси, которые ездят по Чебоксарам, хотя попадались и междугородние перевозчики. Сотрудники госавтоинспекции расположились недалеко от Кольца-Роща по проспекту Никольского в сторону юго-западного района столицы. По этой дороге проезжают городские маршрутки номер 12 и 22 и междугородняя 331. Инспекторы проверили 63 микроавтобуса и выявили 17 нарушений. Чаще всего водители забывают пристегиваться ремнями безопасности и допускают нарушения правил перевозки людей. Ездят с перегрузом. Дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирского транспорта, как правило, влекут за собой тяжкие последствия. Часто в таких авариях гибнут и получают травмы большое количество человек. По статистике, с начала года только в Чебоксарах. С участием автобусов произошло 66 ТТП. Ранение получило 91 человек. В Чебоксарах подвели итоги регионального этапа 11-го Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества-2019». Лучших из лучших наградили сегодня в Главном управлении МЧС по Чувашии. В номинации «Огненное пюро» отметили моих коллег с Национального телевидения и Национального радио Чувашии. Подробности у Ольги Алексеевой. Профессия пожарной – одна из самых сложных, опасных и востребованных в мире. Каждый день тысячи огнеборцев, рискуя своими жизнями, спасают чужие. Для Евгения Долгова, капитана внутренней службы, его профессия – призвание. Лучшим начальником караула он становится в пятый раз. Это, наверное, больше стимул для самого себя развиваться дальше, показывать более высокие результаты и тем самым быть готовым выполнять поставленные передо мной задачи по спасению людей или тушению пожаров. Николай Пархин победил в номинации «Содружество во имя спасения». Он разработал специальные брошюры, которые научат людей с нарушенным зрением грамотно действовать при пожаре. Эти брошюры позволяют незрячему человеку получить информацию, как себя правильно вести при пожаре или же, если он вдруг окажется на льду. Как можно связаться с той или иной структурой, чтобы ему оказали помощь. Прожженный огнеборец, как его все называют, почетный ветеран МЧС России, кавалер двух орденов мужества Василий Нягин победил в номинации «По зову сердца». И в отставке он продолжает работать. Мне приятно, когда я, смотря по телевизору эти пожары, знаю, что у нас такого не будет. У нас дети играть со спичками вряд ли станут. И тем более, что они, увидев пожар, своевременно вызовут пожарную охрану, МЧС вызовут и сами еще помогут выбраться тех людей, которые оказались в беде. Поздравили на фестивале и победителей конкурса среди журналистов. В номинации «Огненное перо» отметили продюсера телевизионных и радиопрограмм «Таванрадио» Анжелику Иванову, Алину Герасимову, старшего редактора национального радио «Чувашии», и Ольгу Алексееву, шеф-редактора национального телевидения «Чувашии». Чебоксары в ожидании праздником две недели отделяют нас от главного торжества в году. А как ощущают приближение праздника жители столицы, узнавала Наталья Мальчикова. Снега нет, дел полно, времени не хватает. Где уж тут праздничное настроение? Это самая распространенная жалоба в конце зимы. К счастью, новогодний настрой достаточно легко создать. Начнем с самого простого. С чем у вас ассоциируется Новый год? У меня Новый год ассоциируется с мандаринами, с фильмами, которые смотрят каждый год. Елочку посмотришь, сразу улыбаться хочется. Письма Дедушке Морозу пишем. И это совершенно правильно, как и другие способы вызвать положительные эмоции. Прическу, макияж, купить себе хорошие духи, косметику, любимый муж рядом, здоровые дети, все, больше ничего не надо. Украшать окна, уже настроение появляется, елки поставили, хорошо. Я семьянин, для меня, чтобы вокруг меня окружали добрые, хорошие люди. Особенно это мои дети, супруга. Новогодние массивы вообще отличны. В машине, в плеере или прямо на улице с друзьями. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Зимой и летом стройная зеленая была. С Новым годом, Чебоксары! Еще один хороший способ создать позитивный настрой – прогуляться по городу. Привычные улицы, площади и парки преображаются до неузнаваемости. Появляются новые объекты. Уже вовсю сияют огнями елки. Поэтому даже в самый загруженный день постарайтесь оставлять себе время для прогулки. И праздничное настроение не заставит себя ждать. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Портер и балконы театра оперы и балета заполнены до отказа. На праздничном концерте в честь 90-летия Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова. Настоящий аншлаг. Чебоксарское музыкальное училище уже почти столетие является мастерской творческих кадров не только республики, но и всей страны. Его выпускники – лауреаты и победители международных конкурсов, деятели культуры, востребованные музыканты и артисты. Училище проделало большую работу не только в деле воспитания музыкантов, а просто, я считаю, в культурном воспитании населения. Потому что те люди, которые не пошли по музыке, которые окончили музыкальное училище, это, я считаю, люди культурные, люди с богатым духовным наследием, люди, которые будут продолжать нести культуру и учить своих детей. Слово благодарности. Ну, конечно, нашим любимым студентам. А какие они у нас? Какие они замечательные? Такие замечательные студенты просто так не бывает без преподавателя хороших. И, конечно, родители. Всех, кто выбрал путь, истинный путь, я хочу сказать, к музыке, искусству, это именно кузнецей кадров является нашим музыкальным училищем. Для педагогов и учащихся музыка – это не просто профессия, а возможность жить в искусстве и дарить его людям. Я очень люблю свою работу. Я с удовольствием хожу на работу и занимаюсь любым делом. В качестве юбилейного подарка училище получило сертификат на покупку автобуса и музыкальных инструментов. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика. Еще один матч восьмого тура первенства ВХЛ сезона 19-20 прошел во дворце Чебоксар-Арена. На льду снова встретились чебоксарские богатыри и Саратовский кристалл. В начале декабря богатыри уже провели три выездных матча с кристаллом в Саратове. Две встречи завершились в пользу хозяев льда – 2-1 и 7-4. По результатам одной игры победу праздновала чебоксарская команда со счетом 3-2. В этом матче чебоксарские богатыри уверенно заявили о своем намерении победить. Во втором периоде шайбы просто летели в ворота противника. Только после первого периода счет составил 3-0 в пользу богатырей. Счет 8-0 уверенно закрепился во втором периоде. Девятую шайбу в воротах противника судьи не засчитали. Хоккейный клуб Чебоксары взял убедительный реванш за два поражения в Саратове. Эта победа вновь вернула богатырей на третье место в турнирной таблице. Окончательная большая тройка определится после еще двух матчей 14-15 декабря, где богатыри также встретятся с Саратовским кристаллом. На этом все. Далее полезная информация. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Говорят, на Дальний Восток нужно ехать хотя бы ради того, чтобы попробовать рыбу и икру. Именно там все это в изобилии. Но жителям Чувашии не нужно ехать так далеко. Рыба Камчатки приехала в столицу республики. Свежая, жирная и полезная. Здесь осетр, корюшка, тунец, кижуч, зубатка, нерка, окунь, белорыбеца. Всего более 45 видов рыб, а также морепродукты и икра. Но особый ажиотаж вокруг царицы лососевых – чавычи. Это неповторимый нежный вкус. Это же дикая рыба. Ее невыращиванная. Она не только вкусная, а еще очень полезная. Прям тает во рту. Именно за этой рыбкой и приходят постоянные покупатели. Сегодня я прибирала чавычу слабого соления, икру. Мы что покупаем здесь рыбу в других магазинах. Нет такого вкуса. Я даже объяснить не могу. Но очень вкусно. Я люблю рыбу, потому что там вкусные витамины. А витамины там действительно есть. Коптят деликатесы особым способом на ольховых и буковых опилках. Именно так рыба может сохранить все полезные свойства. Самое главное – этот продукт приносит организму огромную пользу за здоровье. Питает мозг рыба. Потом она создает легкость организму. Насторение повышает. В прошлый приезд выставки-ярмарки Владимир Ахрамеев купил несколько деликатесов для жены. Она у него рыбная душа. На этот раз пришли все вместе. Выбор большой. Глаза разбегаются. Все хочется попробовать. Пускай бы приезжали почаще. Люди бы попробовали это все и были бы довольны. Знали, что у нас есть настоящая рыба, которая не заморожена, а прямо из моря или из океана попадает к нам на прилавок. Для такую рыбу можно заплатить и дороже, потому что такое качество у нас в магазинах нет. Все деликатесы с Камчатки ждут покупателей в МТВ-центре на пятом этаже. Выставка-ярмарка продлится до 18 декабря включительно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова